Да, агент Рассказов, слушаю. Нет, Рязана мы так и не нашли. Да, я за это берусь. О, привет! Сегодня мы запускаем наш новый формат Investigation, а углубляться будем, как вы уже прочитали в названии ролика, в фильм Assassin's Creed. Стоит ли идти в кинотеатр и что ждет игроманов? Давайте разбираться. Предупреждаем, что возможны спойлеры, так что особо вредных на этот счет просим отойти от экрана. Ну или выключить звук, это тоже сработает. Остальным же говорим о главном герое. Им станет абсолютно обычный на первый взгляд житель современного мегаполиса Колумб Линч, которого играет Майкл Фассбендер. Кто такой Линч, что он из себя представляет и почему внезапно оказался на смертном адре нам пока неизвестно, но здесь-то и начинается завязка фильма. После якобы смертельной инъекции за совершенное преступление наш герой приходит в себя уже в компании Абстерго, которая что-то вроде Google, но только не про интернет, а про перемещение в пространстве и времени. Здесь немного объясним. Дело в том, что Абстерго принадлежит тамплиерам, которые ищут в прошлом артефакт, яблоко Эдема. Но только с этим артефактом контактировали лишь ассасины, поэтому именно их они ищут. Так что выбор на Колумбу Линча пал не случайно. Без особых объяснений специалисты Абстерго отправляют нашего героя в объятия Анимуса, а после погружают в прошлое его предка ассасина Агилара, живущего в 15 веке в Испании. История бросает нас в целую гущу конфликтов. Во-первых, Испания, охваченная огнем Инквизиции. Во-вторых, развязка Гранатской войны, десятилетнего противостояния мусульмана-христиан на Иберийском полуострове. В-третьих, борьба ассасинов и тамплиеров. И это только действия 15 века, а есть еще век 21, но о нем поговорим чуть позже. Да, фильм не копирует ни одну из игр серии. Режиссер картины Джастин Курзель, известный по своей работе над шекспировским эпосом Макбет 2015 года, специально хотел создать нечто новое во вселенной, а не повторять уже имеющиеся сюжеты. Но как это касается нас? Людей, которые погружены в эту вселенную аж с 2007 года? Да, очень просто. Игроков лишают возможности спорить с происходящим на экране, ведь в основе перемещение во времени, конфликт амплиеров и ассасинов и погоне за яблоком Эдема. В общем, канон соблюден, и за это надо сказать спасибо ребятам из Юбисофт, которые внимательно следили за съемочным процессом. Это же подтверждают и те, кто уже посмотрел фильм. В Америке кредо-убийцы находится в прокате уже несколько недель, так что в интернете полно рецензий как от критиков, так и от простых смертных вроде нас с вами. Последний фильм всячески хвалят и настаивают на том, что это идеальная экранизация любимой миллионами игры. А вот критики ругают за плоский сценарий, который к тому же не в меру сложно закручен, но при этом достаточно зауряден. Да, вот такой вот парадокс. Свои опасения выразим в одном очень простом факте. Большая часть фильма происходит в 21 веке, что совершенно не вяжется с играми вселенной, где будущему отведена минимальная роль. И в самом деле, где вы видели на обложке игры, ну скажем, Дезмонда, да нигде. Ассасин's Creed это про прошлое и ассасинов, а не про их современных потомков. Именно этот фильм пытается исправить, показывая нам все то, что в играх обычно остается за кадром. Для меня это звучит странно, как если бы в игре Булли от Rockstar вас бы реально заставляли учиться, а от шалости занимали бы лишь 20% игрового времени. Звучит так себе, правда? Но представители из Ubisoft так не считают. Они даже решили перенять несколько идей у создателей фильма. Например, анимус у Курзеля и Фассбендера это огромная клешня, которая подвешивает человека на большом расстоянии от земли. И в 21 веке вы, по сути, дублируете все движения, что происходит в прошлом. Киношники назвали это эффектом кровотечения. Чтобы это лучше объяснить, мы отправились в Лос-Анджелес и расспросили об этом самого Фассбендера. Короче, когда тебя ранят там, то кровь пойдет тут. Прямо как к твоей девчонке каждый месяц. А следовательно, умрешь в прошлом, умрешь и в будущем. Все как в Матрице. Так, ну, все сказал, что, где мои бабки? Почти все трюки в фильме выполняли сами актеры. Если не они, то каскадеры. В кредо убийцы вообще будет минимум графики. Даже прыжок Веры исполняется каскадером Дэмианом Уолтерсом, который ради хлеба и зрелищ прыгал с высоты 40 метров. За последние 35 лет истории кинематографа этот каскадерский прыжок стал самым высоким. Более того, вся массовка, задействованная в 15 веке, говорит на испанском языке, а трюки с перемещением по крышам гранады выполняли профессиональные паркурщики. Да, да, давайте подведем итог. У нас есть режиссер, который снимает круто. У нас есть актеры, есть каскадеры, нет графики, все сделано по канону. Вроде офигенно, да? Но ничего не забыли? Правильно, сценарий. Его написали некто Майкл Лесли и Адам Купер. Не скрывайте свое недоумение, мы тоже не знаем, кто эти люди. Нам печально это признавать, но создавать блокбастер с бюджетом 130 миллионов долларов только ради того, чтобы сделать все по канону, по определению не делает фильм крутым. Да, он понравится геймерам. Но спросите себя, разве ради этого мы хотим крутой фильм по игре? Нет, мы хотим привести в кино свою девушку, сестру, друга, да просто человека, далекого от игр. И показать, игры это круто. Это уже давно не задротство, хотя и таких хватает, но это может быть произведением искусства и даже неким культурным достоянием. Ну а закончить хотелось бы цитатой Хичкока, который говорил, что для создания идеального кино нужно всего лишь три вещи. Это сценарий, сценарий и еще раз сценарий. На этом у нас все. Пишите в комментариях, как вам формат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на наши личные социальные сети и поставьте уже галочку на этом идиотском колокольчике. Ну и все, пока-пока. Мы действуем во тьме, чтобы служить свету. Мы ассасины. Походи с телефоном, к тебе звонит телефон. Дзейн-дзейн. 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 Нет, не тот телефон. Дзейн-дзейн на столе. Алло, Андрей. Да. А вы не могли бы принести пиццы, пожалуйста? Любовь. Здравствуйте. Анистария.